Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире национального телевидения, как и всегда, в четверг, 18.15. Запомните время и день недели. Программа «Один из нас», которую вот уже много лет веду я, журналист Дмитрий Аргунов. И сегодня хотелось поговорить о борьбе, ну даже не с недугом, а со страхом. Согласитесь, что страх быть заболеть, страх быть недееспособным, он очень у многих-многих присутствует. И я лично тоже подвергнут этому. И в последнее время очень многие говорят о том, что такое явление, как инсульт, оно занимает все, скажем так, большее пространство в аспекте заболевания, который, ну, каждый человек болеет, да, но один из таких тяжелых недугов – это инсульт. Есть не то, что расхожее мнение, а вообще мнение о том, что инсульт при своевременной, скажем так, распознавании, при определенном, скажем так, наборе времени, можно последствия значительно уменьшить. Давайте вот Артем Павлович у нас один из людей, который каждодневно встречается с этим явлением. Давайте вот, что такое инсульт? Все-таки у нас люди, источники бывают разные, да, не всегда они квалифицированные источники. Одна из наших задач – это противостоять вот таким явлениям, как недостоверные источники. Давайте от специалиста, от доктора. Давайте начнем с того, что инсульт, он бывает нескольких видов, да, но все это называется острым нарушением изговора кровообращения. То есть это то, что возникает внезапно. Чаще всего, самую наибольшую долю, это занимает ишемические формы инсульта, которые возникают на фоне закупорки сосуда каким-то субстратом, возникает нарушение кровообращения и развивается очаг ишемии. Второй по важности – это кровоизлияние, то есть это могут быть внутримозговые гематомы, которые чаще всего бывают на фоне нелеченной артериальной гипертонии, возникают тоже внезапно и вызывают достаточно великий процент инвалидизации у населения. И субарахноидальные кровоизлияния. И отдельно есть такое понятие, как транзиторные ишемические атаки. То есть это картина, которая имеет клинику инсульта, но спустя меньше суток вся симптоматика уходит. Но это является прединсультным состоянием по априори. Поэтому надо бояться инсульта и надо следить за собой и не допускать факторов, которые могут его спровоцировать. Факторов этих достаточно много. То есть это начать с элементарного фактора с питания, то есть потреблять достаточное количество воды в своем рационе, так как сгущение крови – один из факторов образования тромбов. Сгущение вызывает закупорку сосудов и на фоне этого возникает инсульт. Также следить за своим артериальным давлением. Но при этом есть неправильное мнение, что только высокое давление является причиной инсульта. К сожалению, это не так. Если чрезмерно снижать давление и допустить его снижение до критических цифр, то замедление кровообращения тоже может вызвать инсульт. Одна из форм инсульта. Поэтому с этим надо очень строго. Ходить надо чаще в больницы, в поликлинике к своим врачам. И не отменять назначенные препараты докторами, пациентам. Очень часто, к сожалению, пациенты считают, что сегодня давление не поднялось, можно таблетку не пить. Но, к сожалению, это может в определенных условиях привести к тому, что они, если живут в нашем городе, то, скорее всего, их привезут именно к нам в отделение. Если они живут за пределами нашего Якутска, на территории республики, то мы являемся основным региональным центром. И все сложные случаи тоже будут санавиацией доставлены к нам. Напомню, что Артем Павлович, специалист сосудистого центра РБ-2. А вообще, на что человек должен обратить внимание? Ну, недомогание, скажем так, и так далее. Какие первые признаки вот этого коварного, скажем так, удара? Ну, это все очень просто, уже давно до нас придумали. Есть такое понятие «fast test» по-английски. Fast face. F – это face. То есть первое, что мы должны увидеть, это у человека, как правило, меняется мимика лица. То есть лицо так появляется скошенность правой или левой половины. Вторая буква – это A. Arm. Рука. То есть просим человека просто поднять конечности. Если рука падает, то есть слабость видна в конечности тоже, это один из признаков. Третье – S. Это speech, речь. То есть человека просим назвать свое имя. И человек, как правило, если у него развился инсульт, то речевые нарушения, они будут присутствовать. У него будет смазанность речи идти. То есть человек будет разговаривать как такой или сильно уставший, или немножко находившийся под действием алкогольных напитков, да, как бывает смазанность. Эффективный у человека. Да. И это time, то есть то время, которое дается человеку на определение, что это инсульт, признаки инсульта, и реагировать на это. То есть у нас это в среднем где-то 45 минут. Если в это время пациент попадает в это терапевтическое окно, если находится у нас в Якутске, к нам в отделение, то при определенных формах инсульта у него есть возможность быть подвергнутым высокотехнологической медицинской помощи. То есть это мы можем в условиях рентгеноперационной удалять тромб, который, допустим, явился причиной. То есть мы диагностируем, где находится тромб. Наши рентгенхирурги этот тромб удаляют. Человек восстанавливается кровообращение в месте, где оно было нарушено, и у человека в итоге он выходит из нашего отделения с не с тем дефицитом, который у него был бы, если бы этот тромб дальше остался на своем месте. То есть человек бывает такое, поступает у него выраженный дефицит, рука-нога не двигается. Наши доктора диагностируют тромб, его удаляют, и человек выписывается, грубо говоря, на своих ногах. То есть он может ходить, речь восстанавливается. И таких случаев у нас сейчас очень много. То есть это все зависит еще от информированности населения и от образования медработников на местах. То есть если этот терапевт в поликлинике увидит симптомы инсульта, вызовет скорую, будет вовремя доставлен, это хорошо. Если это сделает сама скорая помощь, то есть имеет достаточное знание, они привозят к нам по профилю, то это в действительности спасает жизнь человека. Но и по инвалидности наше заболевание стоит практически на первом месте. То есть если брать, грубо говоря, из 10 человек, то человек 7-8, они все равно остаются с дефицитом неврологическим. То есть есть, конечно, процент, который грубый неврологический дефицит, которые за собой не могут ухаживать уже, да. Но большинство, если, наверное, видели по городу, ходят с росточками. То есть они не могут, у них функция восстановилась, да, но не полностью. Лицо, речь хуже становится. И, к сожалению, надо отметить такой вариант, что если у человека случается первый инсульт, то даже если он выйдет из него в хорошем состоянии, то есть мы его подлечим, мы ему все восстановим, и он будет вести опять тот же образ жизни неправильный, какой он вел до того, как нам поступил, то риск развития повторных инсультов у него возрастает. И в год у нас очень много повторных. Говорят же, у кошки там 9 жизней. Так как коллеги Артема тоже, вы же тоже доктора, да. Представляете, у кошки 9 жизней. А вообще у человека заложен какой-то запас прочности на определенное количество, скажем так, ударов? Нет. Я скажу по практике. То есть любой удар может быть сократный? Может быть, он может быть первый и последний, а может быть 5 и 6 инсультов. Бывает и такое. Бывает, люди к нам приезжают в год по 4 раза. Такие случаи тоже есть. И здесь вина и самих пациентов бывает очень часто. То есть они, наше назначение не следует им. Бывает недоработка на местах, то есть уже там, правильно, куда-нибудь в район, там не доследили. Или таблетки, или лекарств не было, допустим, денег не хватило, ему купить какие-то препараты, которые ему нужны. А пока государство у нас, у него инвалидность не оформлена, ему государство их не предоставляет бесплатно. Он их не пьет, и в этот период как раз вот ожидания инвалидности у него случаются такие еще повторные инсульты. Такое тоже бывает часто. Артем Павлович, вот вашего человека возраст. Вашего возраста человек, да? Может ли, ну вообще, насколько это молодая картина? Или это обычно недуг пожилых людей? Если брать 10 лет назад, то это было больше пожилые люди. Сейчас молодых очень много. То есть от 30, 28 даже, я бы сказал, до 45 лет поступает сейчас работоспособного мужского населения, и женского в том числе, очень много. Если брать, допустим, наше отделение, то у нас по проценту иногда бывает перевес. Мы больше делаем женских палат, но в последнее время у нас было больше мужских палат. Потому что мужчины поступают, и мужчины молодые, 35-37 лет. Начинаешь когда разговаривать, употребляет сигареты ежедневно, не следит за собой. Давление. Молодой человек 32 года, давление 180. Он никуда не ходит, не обращается. Ну, в итоге у нас оказался. И таких случаев очень много. И все начинается идти от самого человека. То есть у него должно быть осознание того, что нужно за собой начать следить. Никто за ним бегать не должен. Он должен сам пойти к врачу, выбрать врача и к нему ходить. Но, к сожалению, это пока еще не развита система. У человека в сознании нет этого. Алена Михайловна, вот здесь аспект очень важный. Артем Павлович упомянул, да, профилактика. Человек должен знать о недуге и в первую очередь прикладывать. Не дожидаясь, когда коллегия Артема Павловича приступит к делу, да, сам же должен начать вот этот процесс. Давайте вот этот аспект. Ну, вы знаете, Дмитрий, мы на самом деле, ну, мы, я имею в виду профилактологи, мы об этом не устаем говорить и говорим всегда, что более чем в 50% здоровья каждого человека зависит от его образа жизни. То есть это, так скажем, таблица, да, вот в процентах, да, то есть от чего зависит здоровье человека, она давно всем известная. То есть порядка до 10-15, ну, в некоторых странах считают там 18-20% это уровень здравоохранения. Далее там экология, так скажем, генетика, да, и более 50% это образ жизни. То есть от того, соблюдаем ли мы здоровый образ жизни, да, это, ну, мне кажется, основных четыре блока. Это правильное питание, правильное рациональное питание, это, значит, умеренная, так скажем, ну, физическая активность, это отказ от табакокурения, и это, конечно, употребление алкогольных напитков. Ну, я вот хотела бы вернуться к небольшой, так скажем, статистике, да. По статистике ВОЗ ежегодно в мире умирает более 200 тысяч людей от инсультов. И инсульт является, ну, одной из основных причин смертности и инвалидизации населения. И это, как бы, не красное слово на самом деле, действительно картина такова, что основными причинами являются все-таки, даже, вот, наверное, Артем Павлович скажет, кажется, подтвердит, что, наверное, от инсультов даже больше умирает, да, чем от инфарктов в какой-то степени, да. Ну, это все идет группа сердечно-сосудистых заболеваний, по статистике. Да, все это болезни системы кровообращения. То есть, нездоровый образ жизни, он действительно вызывает, к примеру, высокий уровень холестерина, да, и откладываются, к примеру, там, бляшки на сосудах, да, что может тоже явиться причиной, к примеру, там, инсульта. Это и высокоартериальное давление, которое вызывает табакокурение, это вызывает, и чрезмерное употребление алкоголя. То есть, все-таки... Вот эта вот оговорочка, чрезмерное употребление, она мне слегка... Режет. Да, мы во второй части нашей программы, да, вернемся вот к таким, вроде, прикладным, да. А общая картина, в принципе, товарищи доктора объяснили, но у нас есть какие-то вот расхожие мнения, типа, там, немножко коньяка в день, расширяется сосуды, там, и так далее, и так далее. Мы же комплексно подходим к этому. Мы еще и... Вот вопрос питания, который и вы упомянули, и Артем Павлович затронул, да. Есть также расхожее мнение, что наши предки, когда ели, там, мясо с жирком, там, наваристые супы и так далее, курили при этом махорку, и абсолютно вот этим недугом не страдали. Ну, миф это или реальность, давайте мы поговорим во второй части, сразу после рекламы, которая, как мне кажется, неизбежна на любой, на любом телеканале. Реклама прямо сейчас на канале НВК. Иногда наши утверждения, ну, идут в разрез, может быть, с государственным даже курсом, да. Потому что, давайте вспомним первое, такое очень расхожее мнение. Немножко коньяка ежедневно, это для профилактики. Это очень важно, да. Ссылается на того же Черчилля, на того же, там, кого угодно, да, который дожил до глубокой старости и так далее. Насколько, еще раз, первый аспект, алкоголь, насколько у него есть какие-то профилактические, скажем так... Да нет у него никаких профилактических... Допустимых вы имеете в виду? Допустимых доз нет. В любой дозе это... В любой виде, да. Это действительно так. Хорошо. Потому что это действительно миф. Да, давайте вот закроем этот миф раз и навсегда, то, что там немножко водочки или коньячка, расширяются сосуды, это миф. Миф. Это специалисты говорят. Хорошо, второй момент. Алена Михайловна, вот наше северное поселение, ну, грубо говоря, северный народ, живет аласами там, питается очень жирной, скажем так, едой. И при этом у него не образовывались такие вот эти картины, бляшки и все прочее, да. Или в то время просто не обращались люди по этому поводу. Ну, хватил удар человека, хватил. Да, я думаю, что все-таки раньше не было, так скажем, такой вот статистики, такого наблюдения, так скажем, да, диагностики, да, и методов, в том числе и методов выявления. Сейчас на самом деле же и по другим, так сказать, группам заболеваний, почему, к примеру, растет заболеваемость там, да, или там, потому что все-таки улучшается диагностика. Поэтому, естественно, и статистика меняется. Увеличивается статистика. Да, да. Просто тогда с улучшением диагностики цифры повышаются. Да. Я, конечно, всегда говорил, что здравоохранение, которое работает цифрами, оно такое. Слегка не тот здравоохранение, да. Вот Антон Павлович, к примеру, да, который в меньшей степени работал цифрами, наверное, больше степени доктор, чем современный. Но еще раз, современные больные, они в большей степени больные, потому что подвергнуты большей, скажем так, диагностике. Получается так. Ну, я думаю, и в древности, когда наши жили, народ Саха, алаасами, как вы говорите, там, кушали они жеребятину. У них тоже были те же самые тероскортические бляшки, они также, возможно, и умирали от этих. Просто это оставалось не выявлено, так сказать, после уже его смерти, диагноз не был выставлен. Поэтому человек просто умирал, его предавали земле, и никуда это не входило, ни в какую статистику. От чего он умирал, почему умирал, и все остальное. Поэтому говорить, что раньше кушали там коньячок, Черчилль пил, и это хорошо, нет, это нехорошо. То есть, любой алкоголь, он выводит воду. Выводит воду, это сгущение крови. Что бывает с утра, когда человек много выпивает? У человека сухость во рту, по-другому называется, как у нас в народе? Сушняк. Вот этот сушняк, он говорит о том, что вода ушла из организма, кровь сгущается, и к нам привозят очень много молодых людей, молодых людей, извините, не молодых, которые, если с ними начинаешь разговаривать в анамнезе, они выпивали день, два, три, неделю. Рядом, когда сидят родственники, и вот такими слезами плачут, мы их спрашиваем, а почему вы не забирали у него водку? Почему вы ему позволяли это делать, гулять? Мы сейчас лечим последствия. Вы могли причину убрать, мы лечим то, что уже случилось. И говорить, что там 50 грамм, это полезно? Нет, это не полезно. То есть, и в диетологическом плане, и в профилактическом плане. Все, закрыли вопрос. Миф это и есть. Миф развеян, да. Да. Давайте вот картинок. Я не говорю, что повально все подвергнуты риску. Есть же люди, которые там и бегают по утрам, и, скажем, следят за собой очень хорошо. Но картина какая? Вот реалии. Человек попадает в ваше отделение, потом что происходит? Ну, мы его восстанавливаем в остром периоде. То есть, мы постараемся остановить тот процесс, который у него начался. А если он поступил вовремя, к сожалению, это бывает не всегда. То есть, человек не всегда обращается тогда, когда заболел. И когда он уже обращается, мы уже по факту видим выраженный дефицит, который мы уже не можем убрать сразу. Поэтому очень часто от нас больные уходят дальше по медицинской реабилитации, в реабилитационные центры для того, чтобы их уже восстанавливать, уже утраченную функцию. То есть, мы остановили острый процесс, который мог дальше развиться еще больше. То есть, реабилитологи начинают восстанавливать руку, движение в руке, эрготерапевты восстанавливают навыки, открывание замочков и так далее. То есть, у них там разные свои инструменты для этого. Но человека возвращать надо все равно в быт. На это дается государством в среднем от 3 до 4 месяцев. То есть, когда человек острый инсульт учился, ему дают государство больничный, чтобы он восстановился. И вот эти 3 месяца он должен активно провести для себя. Да, именно там. Комплекс реабилитации, он насколько эффективен? Как вы оцениваете сейчас всю вашу методику? Значит, мы являемся социальным учреждением Министерства труда. И к нам поступают пациенты. У нас третий этап реабилитации. Значит, первый этап это проходит в РБ номер 2 в остром периоде. Затем второй этап это в РБ номер 3 восстановление. И у нас уже происходит реабилитация. Когда к нам поступают пациенты, мы используем мультидисциплинарный подход. То есть, пациента осматривает бригада врачей. Это врач-реабилитолог, врач-ЛФК, врач-физиотерапевт, массажист. И, значит, по показаниям узкие специалисты, такие как эндокринолог, кардиолог и ортопед. Далее, пациенту в зависимости от состояния на данный момент назначается реабилитационное лечение. Эффективность зависит, конечно же, от поражения, от обширности инсульта. Если инсульт обширный, ну то есть поражено, допустим, все правое полушарие, и пациент прикован к постели, то на данном этапе у нас стоят задачи, ну, это, значит, научить пациента и сопровождающих его поворотом в постели, присаживанием, да. У них также бывает нарушена функция глотания. У нас работает логопед с такими пациентами, то есть занимается с дисфагиями, да. То есть проводится массаж языка, мышц жевательных и так далее. Если пациент, ну, у него более-менее выраженный неврологический дефицит, да, то есть он может самостоятельно перемещаться, да, допустим, с кровати на кресло, то здесь уже идут реабилитационные мероприятия. На первом, это, значит, мы большое значение придаем эрготерапии. Эрготерапия — это восстановление утраченных навыков с помощью трудовых, да, заданий. Адаптация пациента социальная и бытовая. То есть пациента обучают заново одеваться, держать ложку, стакан и так далее, да. И идет, значит, индивидуальная разработка конечности, пораженной конечности. Также с пациентом у нас занимается, со свежими инсультами занимается индивидуально с каждым пациентом врач. В зале ЛФК врач-реабилитолог, ну, там, значит, определенное время, 30-40 минут занимается с пациентом врач. Потому что никто другой, как врач, не знает, насколько у этого пациента выражен неврологический дефицит, да. И поэтому вот у нас вот существует вот такой подход к реабилитации пациентов. Далее пациент, значит, проходит уже реабилитацию, с ним занимаются инструктора ЛФК, инструктора-эрготерапевты, массажисты. И подход вот пациента за день, да, у нас, значит, мы практикуем такое, значит, много подходов, да, в день. То есть пациент может до пяти раз заниматься различными вот видами ЛФК. Это кинезотерапия, механотерапия, да, эрготерапия и ручная разработка. Также мы с 2016 года сотрудничаем с медицинским центром Чхонжу, Южная Корея, да. Ежегодно наши специалисты стажируются в Южной Корее. И мы перенимаем опыт Южно-Корейской клиники, значит, и эти специалисты приезжают к нам и тоже обучают нас реабилитации. Ну, в целом, вы оцениваете как эффективно или как... Да, конечно, эффективно. И самое главное, да, мы обучаем пациента и сопровождающего дальнейшей реабилитации. Ну, он у нас находится на максимальном, пускай, 18 дней, да. И дальнейший успех, конечно, зависит, как он будет продолжать заниматься дальше дома и увеличивать свои нагрузки. Получается, роль близких заболевшего человека... Да, это очень, это первое, да. У нас даже вот в реабилитационном маршруте прописано обучение сопровождающего. И когда мы занимаемся с пациентом, сопровождающий сидит рядом. Ну, допустим, первые 2-3 занятия врач занимается сам, а потом мы же обучаем, значит, и сопровождающий сам занимается с пациентом, а мы его поправляем. Я просто замечу, что не все выдерживают, скажем, вот эти нагрузки. Люди просто как-то... Родственники устают. Родственники очень устают. Да, очень сильно устают родственники. То есть это высокий выраженный дефицит неврологический. И тут очень важно тоже с пациентами прямо даже вот на нашем этапе проводить беседы, то есть для того, чтобы они понимали, к чему готовиться дальше после выписки. Потому что мы тоже у себя вот там держат 18 дней. У нас тоже есть определенные сроки, сколько мы можем держать. Эти сроки мы можем, конечно, индивидуально увеличивать, в зависимости от состояния, тяжести пациента, да. Но все равно когда-то лечение закончится. И родственники должны понимать, что они рано или поздно все равно будут на себя брать ответственность за пациента. И здесь очень важно родственников настраивать на это. Потому что это, знаете, как лакмусная бумажка, то есть наше заболевание, я вот воспринимаю. То есть как человек жил всю жизнь. Если жил хорошо, то возле него будет много родственников. Если человек жил ради себя, то когда он останется, он останется один на единиц этой болячкой, к сожалению. Поэтому здесь профилактика дешевле лечения, я вам точно могу сказать. Да, это так. Поэтому за собой нужно следить и не попадать в такие ситуации. Ну и все-таки вот доля терпения, доля понимания со стороны близких заболевшего человека, это, наверное, просто реально, вот как вы говорите, давайте я буду работать на себя, на свой карман, а тем я не буду. Не дай бог, конечно, оказаться в той ситуации, когда это просто один на один кровати, да, неприспособленные и так далее, окажется с этой болезнью. Вы, кстати, упомянули вот насчет гранта президентского, да, что вы сопровождаете до... Да, у меня есть благодарительный фонд, мы участвовали в фонд президентских грантов, и наш проект «Жизнь после инсульта. Помощь в адаптации». Мы его взяли, этот грант, вот сейчас оформляем все документы. И суть нашего гранта в том, что мы будем с моего отделения пациенты, которые будут выписываться в лежачем состоянии, которые реабилитационные им пока не показаны ввиду тяжести состояния, а три месяца ожидать нужно дома, они у меня будут получать от нашего фонда абсолютно бесплатно, вот на этот срок 3-4 месяца, кровати функциональные и все, что необходимо к этим кроватям. То есть если нужно будет электроотсосовому, то будем предоставить электроотсос. То есть для пациента это будет для родственников абсолютно бесплатно, привезли-увезли, но я думаю, для них это огромное снятие финансовой нагрузки, потому как купить функциональную кровать, которую потом государство даст абсолютно бесплатно, это достаточно дорого. Поэтому я уверен, что пациентам это будет в пользу, и как бы это будет правильно. А когда заработает этот грант? Ну сейчас вот мы оформляем все документы, как только... Ну после Нового года где-то, да? Ближе к Новому году уже, то есть, да. Как только откроется переправа, основная часть кровати придет, и мы уже, часть у нас уже есть, мы будем предоставлять сейчас, как только все оформим юридически, а остальную часть уже будем давать к Новогодним праздникам. Опять же реклама перебивает, я думаю, очень важный для многих, для многих нашей республики разговор. Реклама, прямо сейчас. Один из нас сегодня пытается разобрать, пытается, еще раз говорю, я не специалист, не врач абсолютно, как и многие подвергнуты различным рискам, но вот с таким явлением, как инсульт, бороться нужно всем обществом, я считаю, потому что мы затронули те аспекты, человек не только болезни подвергнут, он может быть подвергнут, скажем так, опасности остаться один на один с этой болезнью, это самое страшное, я думаю, самое страшное. Все-таки по профилактике, можно ли снизить вот эти наши любимые цифры по сердечно-сосудистым заболеваниям, и какие меры для этого? Вот у нас, у вас проходит, начинается неделя профилактики инсульта, в Республиканском центре профилактики. Нет, это как бы в этой неделе, в декаде, так скажем, декаде, посвященной Всемирному дню борьбы с инсультом, участвуют все медицинские организации, абсолютно, республики, все республики. Значит, Всемирный день инсульта, он учрежден Всемирной организацией здравоохранения, имеет четкую дату, это 29 октября этот день, но в течение вот этих 10 дней и в медицинских организациях республики будут проводиться различные мастер-классы, будут проводиться круглые столы, будут проводиться открытые дни, значит, в амбулаторно-поликлинических учреждениях республики, для того, чтобы каждый человек имел возможность, так скажем, прослушать беседу, либо подойти, в конце концов, измерить давление, узнать о том, что есть ли у него риск развития этих заболеваний. На самом деле, Дмитрий, сейчас очень, вы же знаете, сейчас как раз работают, буквально с этого года мы работаем над внедрением национальных проектов, которые работают на территории нашей республики, и это два основных проекта, в которых участвует Министерство здравоохранения, это национальный проект демография, и наш блок, это укрепление общественного здоровья, и национальный проект здравоохранения, в нем 8 блоков различные, в том числе там есть отдельным блоком борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями, то, что как раз касается сегодняшней нашей темы. То есть, конечно, государство, как говорится, принимает очень много мер, государственных мер, и на уровне, так скажем, правительства Российской Федерации, также на уровне нашей республики, проводится, приобретается различное медицинское оборудование, обучаются специалисты, ну, в общем, очень много, но, тем не менее, несмотря на все эти, так скажем, принимаемые меры, это ничего не может помочь, если человек сам не будет все-таки ответственен за свое здоровье. То, о чем мы говорили в самом начале нашего разговора, что 50% здоровья нашей, каждого человека, зависит от образа жизни. Потому что, на самом деле, если... Это уже статистика, так скажем, установленная, я знаю, что вы не очень любите, но, тем не менее, статистика, она как бы всегда, так сказать, имеет место быть, и мы на нее всегда опираемся. Значит, если человек откажется, так скажем, от чрезмерного, опять же, употребления алкоголя и откажется полностью от табакурения, у него есть шанс снизить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний более чем в 50%. И, ну, знаете, тут есть некая оговорка, да? Нужно, так скажем, для того, чтобы полностью организм, так скажем, был оздоровлен, должно пройти 5 лет. Поэтому то, что нарабатывается, как говорится, там, какими-то вот этими вредными привычками, да, которые... А потом для того, чтобы оздоровиться, это целое, как говорится, должно пройти определенное время для того, чтобы снизить риск развития. Ну, по профилактике сейчас у нас делается достаточно много в республике. Я уже говорила, у нас внедряется региональный проект общественного здоровья. Значит, у нас давно уже работают центры здоровья на территории республики, где каждый человек может пройти обследование, проверить свой организм на наличие факторов риска. Туда входит определенный комплекс. Это измерение там артериального давления, измерение уровня холестерина, сахара в крови, значит, его, так скажем, состояние его организма, водного, электролитное, так скажем, состояние, да? И когда человеку могут сказать, что вот у вас есть такие факторы риска, вам нужно так корректировать, да, то есть проведут с ним углубленное консультирование. Ну, также, знаете, об этом очень много говорится, да, что в 2019-2020 годах у нас правительством Российской Федерации объявлены всемирные, ну, так сказать, всероссийские диспансеризации объявлены, да, то есть в рамках этой всероссийской диспансеризации каждый человек должен пройти проектическое, опять же, медицинское обследование, либо диспансеризацию, которая проводится раз в три года. То есть, в принципе, я считаю, что, ну, со стороны здравоохранения мы прилагаем достаточно много усилий для того, чтобы человека обследовать, предупредить его заболевание. Но нам самое главное нужно, чтобы этот человек сам пришел в поликлинику и, так скажем, обследовался. Сходи, сдайся врачам, да, вот. Да. Грубо говоря, если более народным языком сказать, иди сдавайся, да, иди пройди обследование, обследуйся. Абсолютно верно, абсолютно верно. Мы с вами еще, я помню, весной тоже разговаривали по поводу мужского здоровья, потому что эта тема для нас, как скажем, очень актуальная, потому что все-таки смертность мужчин, она в разы выше, в два с половиной раза выше, чем смертность женщин трудоспособного. Ну, это я проговорю про трудоспособный возраст. Поэтому, конечно, надо обязательно проходить эти профилактические медицинские осмотры. Тем более, что и глава, так скажем, Российской Федерации, да, своим указом утвердил один день, который должен предоставить работодатель для прохождения как раз-таки этого обследования. Ну, конечно, государству нужен здоровый работник, налогоплательщик. Абсолютно логичный шаг. Я просто в завершение нашего разговора подытожить хочу, да, все-таки несколько лет назад не было же сосудистого центра. Нет, он был. Только он был не как сосудистый центр, там было нейрососудистое отделение. Нейрососудистый, да. Да. Центр сдал немножко. Рентгенную структуру он просто, ну, 5 лет в 11-м году. Нет, 10 лет будет. Да. В 10-м году. В 10-м году в 11-м году. Я думаю, это такой один из существенных фундаментальных шагов. Он значительно снизил смертность, но и увеличил диагностику. То есть мы стали больше выявлять. Вот эти цифры выявили. То, что мы говорили, да. Все-таки диагностика. У нас уровень появился, у нас появились хорошие МРТ, хорошая рентген-диагностика, рентген-операционная. То есть мы смогли делать то, что делает центральная Россия, большие центры. Но здесь на местах. То есть у нас у людей, которые, к сожалению, у них развивается наше заболевание, у них есть большой шанс получить высокотехнологичную помощь на месте здесь, никуда не выезжая. Но опять-таки оговорюсь, что желательно вообще, чтобы этого не было. Чтобы не было даже прецедента, чтобы эту помощь получать. Предпосылок не было. Да. Кардиоцентр сейчас строится, да? Будет строиться, вернее. Тоже, я думаю... Он идет полностью. Там будет лечение инсультов, инфарктов и нейрохирургические. Нейрохирургическое отделение тоже будет полностью. Большой центр, где все, что с сердечно-сосудистыми заболеваниями, будут отвозиться туда все службы. Ваш центр, он в плане переоснащения, модернизации, какие-то шаги тоже предпринимаете? Нет. Наш центр является социальным учреждением, еще раз повторюсь. Для реабилитации инвалидов все равно в нашей республике нужен центр, где больше направлено на медико-социальную реабилитацию. Не социальную, а на медико-социальную, да? Это должен быть хороший оснащенный центр со современным оборудованием, с круглосуточным наблюдением врачей, сдачей анализов и так далее, да? И поэтому... Пансионат для инсультников, да? Нет, не пансионат. Что-то вроде. Пансионат, не пансионат, стационар. Да. У нас, потому что у нас большее количество пациентов, это уже пациенты с инвалидностью. По ОМС у нас очень ограниченное количество квот. Нам выдают очень малое количество квот, 300, да, в год, которые мы выполняем за полгода. И у нас огромная очередь пациентов, которые нуждаются в третьем этапе реабилитации, и им просто некуда идти. Они вот выходят со стационара РБ номер 2, со второго этапа реабилитации, и все, и они остаются сами по себе. И очень такой вот в ходе нашего разговора вывод пришел, что все-таки хорошо, что мы, в отличие от того же загнивающего Запада и так далее, сохраняем традиционный уклад семьи, когда дети с родителями гораздо дольшее количество времени проводят, да, то есть проживают. Смотрим на Запад, да, человеку исполняется 21 год, он тут же съезжает от родителей, потом там сдает их в дом престарелых и так далее. Такая картина, в принципе. И нас когда-то ожидает, потому что ипотека сейчас доступна всем. Да, отделить детей, скажем так, это стало правилом хорошего тона. Давайте вспомним о том, если мы не будем заботиться о детях, кто о нас подумает старость? Вот та самая пресловутая фраза, кто стакан воды поднесет, да, она обретает реальность. Ну, конечно. Я это понимаю, к 50 годам только начинаю допетривать. Сколько людей еще вот этого не прониклись эти, которые молодые, которые там бесшабашные, безалаберные и так далее. То есть это, я думаю, картина борьбы с недугом, вообще с любым недугом, будь то онкология, будь то сердечно-сосудистые заболевания. Все-таки под статистикой у нас сердечно-сосудистые у нас первое место занимает. Да, первое место. По смертности. Это сколько населения мы теряем, что просто человек не задумывается о правильном образе жизни, а о том, что он есть, что он пьет. А сколько государство теряет работников? Просто работоспособного населения сколько инвалидизируется в результате инсульта. Это прям проблема номер один, которую нужно решать, ее нужно решать. Сообщать. У человека в голове должно быть осознание, и поликлиника, первичное звено должны тоже к этому прилагать максимальное усилие. Вот, в первую очередь, одна такая фраза, еще раз, первичное звено должно отработать на все 200%. Да, они видят пациента первый. Да, это фронт-офис здравоохранения, это передовая линия фронта, и очень хотелось бы и квалификации, и душевности пожелать именно работникам вот этого первого звена. Огромное спасибо еще раз за просвещение, потому что каждый раз узнаешь что-то новое. Пускай вот эта вот наша программа приурочена к неделе профилактики инсульта, но я думаю, наши зрители, они что-то полезное для себя вынесут из нашего обсуждения. Увидимся ровно через неделю. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...